А вы хотели нормальный сыр поесть? Качественный нормальный сыр! Хороший! Исключительный сыр! Так вот, в Магнитогорске самое лучшее место, то место, где делают сыр. Где оно располагается? Вот прямо за мной. Автомойка Авангард. Ну, это не просто автомойка, здесь на втором этаже еще кафе есть. Так вот, пока мы машину моем, я вам предлагаю вкусить тот самый замечательный грузинский сыр. А давайте понимать, что за любую работу надо платить. Проще, конечно, когда в вашей мойке наркоманы, но они тоже хотят есть. А если в вашей мойке классные специалисты, которые и машину отполируют, и блеск дадут, то поймите, в такую мойку не зарастет народная тропа, и в Авангард тоже. Все остальное в плотных рядах с умением платить 500 долларов в автостоп. Не умеете? Другого качественного автомобильного журнала-то и нет. Теперь вариант. Мы могли бы вам и это показать, но Авангард это комплекс. И меня более интересует ресторан. По одной шикарной причине. Здесь вам дают грузинский хлеб, и здесь вам дают настоящий грамотный сыр. И вообще, господа присяжные заседатели. Было то время, когда в городе сетевиков-то и не было. Ситуация была 35 лет назад. Мы сами питались и кормили других. Так вот, давайте мы сейчас продемонстрируем то, что мы будем кушать. И все это делается вот здесь вот. Во-первых, грузинский хлеб. Я вам только что показывал, как это делается. Вот такой настоящий грузинский хлеб. Вы его берете и понимаете, о чем речь идет. Он правильно делается. Кушается обалденительно. Но грузинский хлеб для вас. С помидорами. С оливками. Остальное возьму руками. Вот так надо есть настоящий хлеб. Ну, а на концовке мне дали редиски. Оказывается, что доктор пропитал. Но я бы не пришел сюда. И попробовал бы замечательный грузинский хлеб без сыра. Вот помидор. Килограмм сыра здесь стоит 350 рублей. Я не знаю, какой сыр вы кушаете. Поверьте мне. Вот, если бы мне нужен был сыр, я бы еще подумал. А сколько из вас людей приглашают туда, где сыр делается? Ну, подумайте сами, да? В свое-то время была ситуация, когда мы вам показывали этот сыр. Это дело было в 86-м году. 90-х. Я даже не помню, когда дело-то было. Вот. У нас делался сыр. Сегодня сейчас все развалилось. Представляете, да? Сегодня и сейчас настоящий сыр делается только здесь. Вот. Вот так он выдается к вам. Для того, чтобы его приготовить, вам необходимо для килограмма такого сыра 7-8 литров хорошего качественного молока. То есть здесь 3 килограмма. Вот. И цена вопроса. Вот. То есть мы делим все это дело на троих, да? Вот и получается. Вот. Можно ли съесть более килограмма? Не знаю. Но зато, если вы берете килограмм сыра, который вы можете купить здесь, в автоматическом корпусе Авангард, а он и есть представитель того, где вам этот сыр продается, то понять-то надо. На килограмм сыра, вот сейчас продемонстрирую, я не буду так, я немножечко покажу, насколько это вкуснятка. То есть смотрите, как это все красиво делается. Вот так вот. Аккуратненько. Вот так вот. Не спеша. Вы даже не представляете, насколько это вкусно. Теперь мы плавненько снизу вот так подставим ее. Мне говорят слово супер, но я и буду говорить. Вот так вот кладем. Сейчас. Вот. А теперь, а теперь я просто попрошу камеру, чтобы она в другое место перешла. Вы поверите, насколько это вкусно. Я вам это дело продемонстрирую. То есть вот тут добавляем. А теперь, это будет потом. Вот так вот берем сын и начинаем есть. Хе-хе-хе. Да и не просто так вот здесь надо, а вот так вот. Ммм. Хотя это у меня получается. Вообще, знающие люди скажут, Леш, ну ты никогда сыжи же не ел. Потому что не знал, что он бывает именно такой. Это не просто вкуснятина, это обалденительная штука, поверьте мне. И была бы моя воля, я бы взял бы. И супруги в том числе. Ммм. Ммм. Да не просто, просто. Если бы у всех был такой сыр. Но люди покупают. Понимаете? Люди покупают. Хотя я еще раз объясню. Российский сыр, он гораздо вкуснее. А сыры сделаны качественно, но он вкуснее еще раз. Так вот, хозяин, он готов это делать для вас. И цена-то. Цена в разы дешевле, чем все остальное. Тебе я покажу. Вот, видите? Почему здесь дырочки? Это дырочка. Я даже знаю, что это такое. Вот. А сейчас покажу внутри. Ммм. Берем ножик. Обрезаем. Вот так. Вот так режем. Так. Ну, как вы прекрасно понимаете, с этим делом я поделюсь своей супругой. Вы уже меня извините. Хо-хо-хо-хо. Ну, просто. Ну, на, пробую. А теперь показываем вам вот такой сыр. Вот. Вот этот сыр делается в Магнитогорске. И когда мне говорят, что Магнитогорск, это не есть правило, я скажу, ну, во-первых, Магнитогорск мне очень нравится. По одной простой причине. Только в городе Магнитогорске мне в реальности помогают. Вот. Вы прекрасно понимаете, о чем речь идет. Только в городе Магнитогорске я могу существовать на небольшую сумму, которой мне, в принципе, хватает, чтобы доехать. По сути, мне больше денег не надо. И только в городе Магнитогорске, только в городе Магнитогорске все готовится. И делается это исключительно для вас. Поэтому прежде чем варить отсюда, подумайте, куда вы поедете. Будет ли у вас все так хорошо, как это делается здесь. Сомневаюсь я в этом. И теперь вопрос, как грамотно питаться. Как я, например. В магазине только кумыс, соль, сахар, уксус и лимон. Все остальное делаю сам. А теперь посмотрите, сколько вы в магазине тратите. То есть, в купе с ипотекой и кредитом на машину и еще 20-30 тысяч рублей вы вообще кушаете, правильно, а? А в рестораны вы ходите? Ну, не часто, но я хожу. Теперь, чтобы вы поняли суть событий. Не кредитами жить вы должны. Не кредитами. И, кстати, я вам рассказал, что вы едите. Но расскажу правило. 65% населения рухнет с онкологией. Нужно это вам? Думайте сами. Не нужно? Кушайте свои замечательные и правильные продукты. Сколько моек нету в городе, а я только с этой дружу. Потому что здесь все делают еще дешевле, чем где-либо. То есть, все наносится и машина становится просто исключительно чистой, свежей. Кроме всего прочего, цены. Я считаю, что здесь оптимальные цены. Кроме всего прочего, ааа, вот теперь самая вкуснятка. Это тот самый сыр. Тот самый сыр, тот самый грузинский хлеб шати. Все это делается здесь. То есть, приезжайте, берите его здесь и, представляете, на вашем замечательном новогоднем столе будет исключительный и только, еще раз говорю, только магнитогорский сыр. Больше вы такого нигде не найдете. Да не найдете вы другого сыра в магнитогорске, сделанного в магнитке. А здесь есть, а? Как это? Так что приезжайте, покупайте. И давайте отметим этот год вместе с вами.